В Вилюйском районе жители аварийных домов получили ключи от новых квартир. Сегодня в районе по программе переселения строится 12 объектов. Подробности далее. Благодаря программе расселения из ветхого аварийного жилья за последние годы в Вилюйском районе более 200 квартир были переселены в новые дома. Сейчас по этой программе строится 12 домов. 7 домов будет введено уже в 2017 году. 4 дома у нас будет введено в 2018 году в первом полугодии. На следующей неделе около 50 человек, проживающие в аварийных условиях, обретут новые квартиры в трехэтажных домах. Первыми ключей от новых квартир получат жители домов по улице Орженикидзе и Румянцево. Сейчас на стройках завершаются последние отделочные работы. У меня здесь работа бригада 15 человек. Я почти уже второй месяц по сроку. Заканчиваем срок, успели свои работы сделать, сдавали. Ну, здесь половина работы черновая, половина есть, в которых каждый хозяин будет сам в Лимону лить. Почти 20 квартир черновая работа, а вот 22 квартира хозяин сам будет дальше. Также строится еще несколько домов, предназначенные для заселения детей-сирот и переселения из аварийных домов. Сдать его в эксплуатацию планируют в марте месяце. Предоставление жилья детям-сиротам у нас строится два дома. Это 40 квартир. Эти оба дома будут введены в этом году. Люди работают здесь. Здесь у нас 4 жилья дома. 4 жилья дома. Люди нас здесь хватает, все нормально. Материал есть, привезут. Работаем пока. Хотим до Нового года успевать сдавать эти дома. Больше 100 человек здесь работают. Все каменщики, шкатулчики, сварщики тоже везде работают, которые отоплением занимаются. Все работают. Всего на территории Вилюйского улуса планируется переселить около 300 квартир. Поэтому на сегодняшний день важной задачей для руководства района стоит не только предоставление нового жилья вместо аварийного, но и сделать так, чтобы людям было комфортно и приятно в нем жить. Анна Васильева, Некентий Колесов, НБК «Саха», Вилюйск.